Молодёжный парламент городского округа Люберцы провёл очередное заседание. На повестке дня семь вопросов. Тему продолжит Богдан Колесников. Первый вопрос о деятельности молодёжного парламента при Совете депутатов округа. По словам председателя Ашота Маргаряна, в мае и июне юные парламентарии провели 30 мероприятий. Игру, день выборов, акцию свеча памяти, форумы для молодёжи. В течение всего отчётного периода парламентарии встречались с молодёжью нашего округа. Совместно с молодёжными общественными организациями помогали жителям округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Парламентарии активно с депутатским корпусом участвуют в региональных и общественных мероприятиях и акциях. Мы участвуем в заседании Совета депутатов округа, в работе комиссии Совета депутатов, в общественных слушаниях. Об итогах депутатской деятельности за 2022 год отчиталась Лидия Антонова. В своём выступлении депутат Мособлдумы отдельно остановилась на теме оказания помощи семьям участников СВО, строительстве и капитальном ремонте учреждений здравоохранения, школ и детских садов. Раньше у нас федеральные деньги нам давали только на строительство школ или деньги детских и новые учебные заведения. А вот в Лидии парк Единой России как раз смогли добиться, что появилась федеральная программа реновации образовательных учреждений. В прошлом году мы три учреждения смогли сделать, спасибо огромное. В этом году мы ведём ремонт, продолжаем то, что там есть какие-то доделки. Вот моя родная, 46-я школа, которая одна из тоже стоящих. Положительную оценку работе Молодёжного парламента дал председатель Совета депутатов округа. Владимир Ружицкий рассказал ребятам о важности работать в команде, быть инициативными, предприимчивыми, требовательными к себе и сравнил деятельность парламентариев с популярным в советские годы комсомольским движением. В основе свои они были активные, они занимались общественной работой. Конечно, в итоге, если оследить по жизни, как у этих ребят, что получилось, как правило, такие ребята всегда к чему-то приходили. Потому что тот, кто не дремлет, не спит, старается, хочет, творчески подходит к всему, всегда в поиске, такие люди всегда к чему-то приходят. На заседании обсудили реализацию проекта Молодёжного парламента «Литературная гостиная» и план спортивных мероприятий, посвящённых Дню физкультурника, который состоится в августе. Деятельность членов Молодёжного парламента признана эффективной.